Важный вопрос для нас, что есть вера, и что есть вера в сознание Кришны, каковы результаты веры, и чем вера преданных отличается от веры материалистов. Материалисты тоже верят в Бога. И, в целом, некоторые удачливые индийские материалисты верят в Кришну. Поэтому в Таиланде говорят «same, same, but different», то же самое, только другое. Поэтому, чем одна вера отличается от другой, чем вера Пайшналов отличается от веры простых мирян, и по этому Писанию говорят, тот, кто верит в Кришну, ну там, один верит в Христа, другой в Кришну, третий в Нарайну, четвертый в Шиву, и мы можем сказать, ну вот он верит тоже в Кришну, там какой-нибудь индус, он верит в Кришну, или какой-то человек, он верит в Кришну. Вот я встретился там где-нибудь на эзотерическом празднике с каким-то там шизотериком или эзотериком, он тоже верит в Кришну. Но мы не признаем веру в Кришну, просто любую подлинную веру, да. Подлинная вера в Кришну – это определенное ему настроение, и оно не может быть никаким образом не связано с Вайшнауми. Поэтому, по большому счету, мы рассматриваем преданного, 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 преданного. Поэтому сам Махапрабуха, когда пришел в этот мир, он принял посвящение у Ишвара Пури, который был преданным Махавендра Пури. И мы все знаем удивительную историю Махавендра Пури. Махавендра Пури был великим Байшнарским святым. Но, так сказать, наша сампрадая называется Брама Мадва Сампрадая. Если кто-то не знает Брама Мадва Сампрадая, чем она отличается от Гаудеев, то Брама Мадва Сампрадая и центр находится в Удупе. Как ни странно, в Удупе, Южная Индия. И основателем Брама Мадва Сампрадая является Мадва Ачарья, который преподает шутха Двейтва, чистая Двейтва. То есть, его учение говорит о том, что между душой и Господом нет разницы. Тогда как Адвейтва говорит о том, что, ну, ты океан нектара, значит, ты и есть океан. Но Мадва Ачарья говорит, подождите, подождите, не надо сравнивать каплю и океан. Капля может высохнуть очень быстро, океан никогда не высыхает. На океане могут быть волны, аватары. Ну, капля всегда остается каплей, да, она может там трансформироваться. И учение Мадва было, по сути дела, направлено на квинтенсенцию вайшнавского учения. Потому что вайшнавы были всегда, но вайшнавизм – это крайне редкое феноменальное явление. И мы можем сказать, ну, вот там огромное количество индусов, да, по большому счету. Если вы проведете какую-то анкету, то они напишут, что они верят в Кришну. Ну, так или иначе. То есть, можно сказать, те невежды, которые критикуют сознание Кришны, они не понимают такую вещь. А Кришна подворовывают, и ни у кого нет особых в этом, ну, как бы проблем, да, что… Кто-то другой делает, кто-то говорит, а, это аватар Нарайна, это аватар Вишну. Ну, как бы, да, то есть, он являет такие деяния. Кто-то говорит, я вообще ничего не понимаю, мне просто это нравится. Но великие святые, они пришли в этот мир, чтобы дать разные этапы духовной эволюции. И в том числе подлинная вера, она крайне редкая. Да, если мы будем читать истории жизни предыдущих Ачариев таких, там, Емуна Ачария, там, Рамануджа Ачария, ну, и других, мы увидим, что у них удивительная жизнь. И тем не менее, хотя они, как бы, по большому счету верят в Кришну, то их вера отличается от нашей. Ну, не нашей с вами, а тех учителей, которым мы следуем. И однажды, путешествуя по Южной Индии, я был в одном храме, который называется Гуру-Вайор. Это храм очень известный. История такова, что после того, как дворака разрушилась, царство Кришна разрушилось, Кришна ушел из этого мира, ну, как бы, непонятно было, куда деваться, потому что началась Кали-юга. Мудрецы всячески пытались бороться с Кали-югой, как говорится, проводили жертвоприношения, собирали священные знания. Это для нас с вами. Ну, так, для ребят из Берска, из Питера, из Москвы. Мудрецы пять тысяч лет назад думали, а что берские парни, что у них там потянут, не потянут, но надо договорить, нужен Шамад Бхагаватам. Читали Шамад Бхагаватов. А берские парни говорят, ну, у них сейчас нет времени. Ну, вот. Ведавьяс там пухтел, писал священное писание специально, да, чтобы мы прочитали Шамад Бхагаватов. Ну, сейчас времени нет, братан. Ведавьяс, подожди, дорогой, мы сейчас там в Ютубе ролики посмотрим. Вот если ты в Ютубе кучу роликов бы выставил, было бы круто. Ну, и мы выставляем эти ролики в Ютубе. Ничего страшного, что ты не читал полностью Шамад Бхагаватов, потому что Шамад Бхагаватов, он непостижим. И поэтому в нашем понимании есть разные Бхагаваты. Бхагаватам, как книга Бхагавата Вайшнава. Есть такое прекрасное русское выражение. Вижу в книгу, смотрю в книгу, что там вижу. Вижу что-то, что-то вижу, да, может быть, даже не обязательно фигу, но нет основания, что наше понимание Бхагаватам будет совершенным. И поэтому, хотя Бхагават является великой вайшнавской литературе, но великие вайшнавские святые комментировали Бхагаватам, в том числе Мадва Ачария сказал, «Я не могу принять, что гуру изначальный сампрадай Брахма ошибся». Поэтому он, Брама Вимуханлилу, историю там, где Брама был обманут Кришной, убрал из Шамад Бхагавата. Он сказал, не в моей версии Шамад Бхагавата. Как ни странно, да, то есть Бхагавата такая, изначально Бхагавата такая вот охапка листьев бамбуковых, тростниковых. Там были книги, они такие узкие, на веревке. И в Бхагаватам это примерно вот такая охапка, килограмм 15. Если их надо было еще вручную написать, переписать все же вручную, 18 тысяч стихов, собрать это все в такие папки. А я вообще Бхагаватам такой круглый, то есть это много песен Бхагаватов, много там о Бхагаватам, перевязанной веревкой. Вот, например, такая охапка дров на спину положил Бхагаватам и ходи. Поэтому в те времена были Шутадхара, те, кто, в принципе, ну, чтобы не таскать священное писание, они все помнили. Все раньше. Все наизусть. Такие качества людей были. Подсчитает все мантры. И были еще комментаторы, такие как Шитхарасвами и другие. И, в принципе, все Ачарии, они не просто были частицами Бхагаватам, а раскрывали, по сути дела, внутренне сокровенную связь. Потому что Бхагаватам он, по сути дела, сравнивается с солнцем после того, как Кришна ушел. Сказано, что Бхагавата Пурана не зашла на небосводе, как солнце, и осветила весь мир. И когда ушел Бхагаватам Сиданто Сарасваде Такур, и между преданными, как настолько Гурудев ушел, все были в легком шоке, или спор, может быть. И у преданных была, ну, как бы, встреча. Это некая встреча была между преданными Сарасваде Такурой. Там были известные очень садьяси, проповедники Шитхара Махараджа. И возник вопрос, ушел Гурудев, что делать будем? И один из Ваишнавов встал и прочитал шлоку, который сказал, это шлока о Бхагаватам. И оно было сказано, теперь, когда Кришна покинул этот мир, и мир покрыла тьма, это Бхагавата Пурана, подобно солнцу, осветит весь мир. Все захлопали, но не Шитхара Махараджа. Шитхара Махараджа встал и сказал, мы не сики. Есть сики, такая религия в Индии, которая поклоняется книге. У них на алтаре лежит книга. Они номинально ей поклоняются. Но если ты спросишь сиков, что там в этой книге написано? Они скажут, ну, я родился, у меня борода, там, чалма, это мне достаточно. Я просто поклоняюсь книге. Поэтому Гуру Махара сказал, мне, ну, там, одни ставят в церковь, там, Библию, да, там, руку ложат на нее, клянутся. Мы не поклонники книг. Не в том плане, что мы не признаем книги. Для нас книга это очевидно, но мы, Бхагаватам для нас, ну, смысл этой шлоки несколько другой. Гуру, садху, шастра. Мы понимаем, что сначала гуру, потом садху, святые, которые живут, а потом уже шастра. Потому что, когда мы, ну, в быту живем, например, да, и нам нужно решить какие-то вопросы с законом или с законодательством, да, мы, конечно, можем сесть там, из интернета загуглить какой-то закон. Но мы знаем, что все законы связаны друг с другом, да, и поэтому мы приходим к юристу. Юрист – это человек, который, ну, как бы, говорит, как закон применяется, да. И поэтому в суде есть прокурор, который трактует закон, так сказать, как обвинитель, да, и есть юрист, который трактует закон как оправдание, да, и между этими… суд что такое, по большому счету, между двумя этими людьми, юристом и прокурором, состоится некое состязание. Ну, обвиняемый, он так мычит иногда, что-то спрашивает его, ну, вот, не потому что обвиняемый ничего сказать не может, а потому что, ну, есть некое понимание того, что есть закон, да, и таким образом этот закон применяется. Также и в духовной литературе мы понимаем, что есть некие… некое священное писание, и, как бы, гуру, он принимает это священное писание и трактует это священное писание. Поэтому мы увидим так много разных трактователей Библии, там, или, например, разные трактователи Корана. Одни трактуют Коран, говорят, вот, как оно написано, так и надо, вот, написано, закидать камнями, вот, мы закидываем камнями, да. Другие говорят, нет, нет, ребята, ну, как бы, Коран – это некое божественное откровение, давайте никого особого камня мы сейчас закидывать не будем, давайте разберемся в духовных смыслах. Вот здесь написано, любви к Богу, правильно, если такие люди, да, то есть, одни, как бы, читают, как бы, книгу говорят, нет, надо все воспринимать буквально. Другие говорят, надо читать между строк, вот, у тех есть последователи, у других есть последователи, например, есть множество комментариев Бхагавадгиты, Шила Прабхупада, он в своей жизни, как бы, он боролся с Майавадой, с имперсонализмом, потому что, мы же сказали с вами, что Бхакти крайне редкая, подлинная Бхакти, да, в принципе. Если мы придем в храмы имперсоналистов, даже в Шанкара Сампрада, я увидел, что они, в принципе, и Кришне поклоняются. Однажды я был, кстати, по-моему, может быть, даже в храме Моддамахана во Вриндаване, нет, не Моддамахана, Купината, и, придя в храм поклоняться Божеству, ну, как оказал почтение Пуджария, Пуджария оказался достаточно таким, скажем так, миловидным, ну, пожилым таким, садху дедушкой, который хорошо очень говорил по-английски, и я с ним разговаривался про Божество, про то, про все, ну, как бы, это один из древних ващиновских храмов, и я спросил, вы, ну, каким относитесь образом к этому Божеству, вы из какой-то семьи, которая романическая, он сказал, нет-нет, я, вообще-то, раньше преподавал самскрит, я профессор, потом я отправился в Гималайи, как бы, хотел жить там, в Гималайи, в конечном итоге, ну, как бы, я пришел сюда во Вриндаване и поселился здесь, вот, получил такое служение в этом храме на Пуджаре, я сказал, о, вам очень повезло, а в какой бы традиции, ну, он говорит, я, вообще-то, в традиции Шанкарачарии, Шанкаритов, ну, можно сказать, Шиваиты, но в целом Шанкара был Адигуру, был великим ващинамом, и поэтому Шанкара поклонялся многим божествам, но он даже восстановил, вообще, процессы поклонения деградированной брахманической культуре, но Шанкара не проповедовал чистой бхактией, и поэтому в философии Шанкара есть Кришна, Вишну, Нарайана, но все в целом, это часть, абсолютная часть океана, да, то есть, когда Парамбрахман хочет, он принимает форму Кришны, когда Парамбрахман хочет что-то другое, принимает форму Нарайана, но Парамбрахмана, какие мог бы желания, это океан, и поэтому Варишнабы говорят, нет, это философия, не может быть подлинной, изначальной, потому что Парамбрахман обладает положением Бхагавана, это высшее положение, так же, как мы, мы в высшем смысле, это личность, каждый из нас личность, и Господь тоже Парушоттам, и верховная личность, поэтому Варишнабы говорят, нет, мы не принимаем эту доктрину, мы принимаем Парамбрахмана, Брахман, Параматма, Бхагавана, но мы не можем предъявить, что изначальный Парамбрахман, и что этот Парамбрахман имеет множество разных форм, таким образом, Кришна, Вишну, Шива являются неким, в данном мировоззрите они ограничены, тогда как наша вера, что эти камса палапумстам, Кришна сту бхагаван своем, Кришна изначальная личность Бога, и Кришна говорит в Бхагавадгите, все исходит из меня, вот то, во что мы верим, мы верим, что все исходит из Кришны, Брахман, Параматма, Бхагавана, Гурумахар говорит, красота и любовь это самое высшее, мы поэтому определяем, конечно, на каком-то другом понимании, может быть, как Шива спросил Кришну, сказал, можно я буду более великим, чем ты, и Кришна сказал, конечно, можно, в материальном мире тебя будут знать больше, чем я, потому что материальный мир – это мир материалистов и демонов, поэтому у тебя будет больше поклонников, чем у меня, и это было благословение Кришны. Поэтому, когда мы говорим, что высшее, это не вопрос того, сколько людей в это верят или сколько они поклоняются, а что есть истина. И Кришна является величайшей истиной, поэтому такие великие ваишнавы, как Мадва, они потравили всю свою жизнь, чтобы доказать, что это не так, что Кришна и Вишну не равны друг другу, что Кришна изначально Верховной Вишности из нее исходит. То есть, некое онтологическое представление. Ну, и далее в комментариях сказано, что тот же Мадва, он вайо, на лицетворение второго вайо, его на лицетворение ханумана. И поэтому, естественно, у него, как у ханумана, есть свое видение на романе. А Мадва, будучи хануманом, если Шанкара был шивой, то Мадва был хануманом. Ну, в каком смысле. Иногда Господь посылает своих чистых преданных, чтобы утвердить идеи преданности, и хануман бескомпромиссен. Но, например, в Гаурли, когда пришел Чайтане Махапрабу, положение ханумана занимало мураль и гупта. Тот же Мадва Ачаря, можно сказать. Может быть, тот, не тот, какая часть там ханумана проявилась, мы не знаем. Но мы знаем только то, что Господь, Он всегда дает своим чистым преданным возможность явить истину о Нем. И каждый преданный являет истину о Господе в соответствии с умонастроением своего сердца, этим духом служения, которому он повел. Но иногда, когда необходимо являть высочайшую истину, Господь Сам приходит в этот мир со своими чистыми преданными, как Горанга Махапрабу. И тогда Он являет высочайшую истину. И все остальные ваишнавы до Него, они как бы iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, когда уже как бы на iPhone все подсели, уже пора выпустить самый крутой iPhone, как бы, да, самое высшее явление. И поэтому Господь, Он в своей трансцендентной форме не сходит Сам. И Рада, Бхава, Дюти, Сабулитам, Номи, Кришна, Сварупу, как у нас на алтаре. Рада, Бхава, Радха, Кришна. И они становятся Горангой Махапрабу. И этот Горанг Махапрабу приходит в этот мир со своими вечными спутниками. И поэтому Он не учит тому пониманию Вет, которому учили предыдущие Ачарьи. Он дает самое высшее понимание, революционное понимание. И это революционное понимание, оно является квинтэнсенцией Шамад Бхагаватам. То есть вытяжка из Шамад Бхагаватам. И поэтому мы рассматриваем Бхагаватгита, Шамад Бхагаватам, Читания Чаритамита, Читания Бхагавата. Сказано, что Ведвьяс в образе двух личностей воплотился в Гор Лили. Это Вендава Дастакура и Кришнидастка Вираж. Автор Читания Чаритамита и Читания Бхагавата. Почему? Потому что столь обильный поток Бхакти, что нужно было разделить. Если Вьяса достаточно было одного, то в данном случае два Вьяса. И тогда возникает вопрос, кто такой Вьяс? Кто такой Вьяс и Дев? И Писание говорит, что в целом Вьяс и Дев это, ну скажем так, должность, начальник академии, доктор наук. Сказано, иногда роль Вьяса и Дева играет сам Господь. Как некий Шахтиавеш и Аватар, понимаете, личный Господь. А иногда Господь в образе Вьяса наделяет какой-то великой личности. Эта великая личность как бы дает свое понимание в священных писаниях. Но тем не менее, важный аспект, что это личность. И поэтому в Читании Чаритамите есть такой один герой Валаба Бхагавата, который, конечно, становится Валаба Ачари, очень известным вальшинамским святым, от которого дает начало Валаба Сампрадая, где не поют Харе Кришна, а поют Шри Кришна Говинда Хари Мурари. Вот эту мантру. Это их мантра, они ее поют. Ну как бы воспевают, да. Шри Кришна Говинда Хари Мурари Энаата Нарайна Васудева. Во-первых, это связано с божеством Шри Ната, который нашел Махагавата Пури. Во-вторых, как бы в Валаба Сампрадая есть некое отклонение от гаудиев. Хотя Валаба Ачари был последователем в Читании Махапрабу, и тем не менее, он встречался с Махапрабу неоднократно. Сначала в Праяге, потом в Джаганадхапури, потом он пришел в Виндаван. То есть он фактически был последователем в Читании Махапрабу. Но его история говорит о том, что он, когда пришел изначально к преданным, он был уже брахманом, ученым, и всем преданным говорил, что давайте я свой комментарий Бхагаватам почитаю. Ну и как бы старшие преданные, которые были вокруг Махапрабу, думали, что этот чувак пришел, хочет нам что-то свое почитать. Он тоже, понимаете, когда он сейчас сюда придет, какой-нибудь товарищ скажет, давайте я свои видения почитаю. Мы скажем, ну мы вообще-то в Лениш-Харам-Хараджа, Гавида-Махараджа практикуем. Он скажет, ну я все равно вам хочу свое что-то почитать. У меня вот такие глубокие там, помните, первый раз я услышал там от одного преданного дискомпорта в Суновом. Он говорит, такие потрясающие вещи рассказывают. Я думаю, ну они, в принципе, потрясающие, но они, наверное, не осознание Кришны. Ну, о психологии там еще, может человек иметь какое-то свое понимание? Может, ну, более низкое, да, конечно. Но если кто-то скажет, ну, знаете, там, я особо Шихара-Махараджа не признаю, но Валабачарь именно так и говорил, только Шихара-Махараджа, а есть другой Шихара, комментатор Шамад-Багаватам 16 века. И поэтому Валабачарь, когда приходил, он сказал, ну, все говорят, «Ну, мы читаем комментарии Шихара-Махараджа, с вами Багаватам, зачем нам твои комментарии?» Он говорит, ну, типа, я особо их не признаю, поэтому у меня есть свое мнение. И Махаправа, когда это услышал, он сказал такую вещь, что женщина, которая неверна своему мужу, является проституткой. Ну, это было косвенно свами, Шихара-Свами, свами – это, надо сказать, еще как бы муж. И Махаправа прочитал такую сразу же шлоку, что так, кто неверна своему свами. Имеется в виду, что если ты не признаешь до этого комментарии великих ваишнавов, таких как Шихара-Свами, о чем нам с тобой разговаривать? Ну, он продолжал троллить преданных, и в конечном итоге на старших преданных он не мог затроллить, он переключился на младших преданных, которые меньше знали. То есть, что вечные спутники Махаправу, для них было очевидно, что это какой-то человек, который, ну, как бы, да, он вроде преданный, все хорошо, он вроде как Брахмана, уважаемый, почтенный человек, но его попытки самоутвердиться в знании не приносят нам никакого вкуса, потому что мы здесь практикуем в обществе Махаправу, да, ну, кто еще может отключить, там, Харидас, так, уринкарнация Брама, Севиха Рейкочна, Махамандра повторяет, тут там, Сварух Дамодар, там, Гададхар Пандит, Рамананда Рай, то есть какие-то великие, невероятные личности, и они очень скромно, смиренно, ну, как бы, обмениваются какими-то духовными мыслями с Махаправу, Махаправу иногда в трансе любви сидит, они читают ему стихи Бхагавы, там, да, и Гуру Махарадж, он, когда Гуру Махарадж со своим теистическим гением увидел Бхагавы, там, он посмотрел на Бхактивиноду Такура, и Бхактивиноду Такура, он что сделал, он написал такую книгу, которая называется «Бхагават Аркам Речи Мала», и он разделил Бхагават не на главы, как у нас на главы, ну, там, первая, глава, вторая, глава, третья, там, такая лила, сякая лила, там, прохладно, хараш копил, ну, это такое некое разделение Бхагавов, 18 тысяч стихов, то Бхактивинод такой подумал, ну, как бы, если Писание говорит, что Бхагават – это солнце, ну, тогда Бхактивинод Такура, будучи духовным гением, он сказал, у него есть некий другой взгляд на Шамад Бхагават. Ну, понимаете, да, если мы, скажем так, для нас, для детей сказано, первый класс, второй класс, третий класс, четвертый класс, пятый, в конечном итоге, 10 класс, да, нормально, нормально, конечно, ну, с чего-то начать, неофит, потом покруче, покруче, но для того, кто уже обладает пониманием Бхагават, там, и сказано, что Бхагават – это солнце, он не рассматривает, как первый класс, второй класс, кто-то уже в университете, да, он говорит, ну, я рассматриваю литературу по-другому, не то, что там сначала по слогам, потом там, маму мыло раму, потом там, Герасиму мыло, это все хорошо. Если человек обладает уже определенным уровнем соприкосновения с истиной, таким как Бхактивинод Такура, запредельным уровнем, то в самом Бхагават нам сказано, Бхагават нам зайдет неподобно солнцу, и Бхактивинод такой подумал, ага, солнце, да, солнце – это Господь, а что, как солнце делает, как оно вообще работает в этом мире, но оно достигает нас своими лучами, то есть солнце где-то там, правильно, да, мы же не можем сказать, вот, мы тусуемся на солнце, мы сгорим на солнце, мы говорим, почему сейчас в Сибири лето, да потому что солнце вошло в такое положение, что оно осветило все, да, как только планета чуть подвинется, здесь будет очень холодная зима, почему? Солнце, положение солнца, и в чем разница между летом и зимой? Просто близость к солнцу, чуть-чуть на один раз близость к солнцу, здесь тропики, еще чуть-чуть ближе, здесь все сгорит, как пустыня, и поэтому Бхактивинод Такура, он подумал, окей, Бхактивинод так подобен солнцу, я буду медитировать на Бхактивинод, и представлю, что солнце есть множество разных лучей, эти лучи, это как концепции Бхактивинод, каждый луч он согревает по-своему, каждый луч он являет своей стены, Бхактивинод Такур подумал, ну, 18 тысяч стихов не буду писать, да, как бы, ну, потому что это все поток, выберу самое главное, и он взял порядка тысячи с лишним шлок, и Бхактивинод Такура, это не все 18 тысяч шлок, а это главная идея Бхагаватам, которую он как лучи от солнца описал, такой поток, такой и сякой, ну, понимаете, да, и, соответственно, его Бхагаватам, это, ну, я так скажу, квинтенсенция, Шамад Бхагаватам, но в ней, ну, как вы понимаете, в ней не даны общие сведения, а в ней даны главное, и это был его подход к Бхагаватам, но Шрифтхар Махарадж, он Шрифтхар Махарадж думал в линию Сараса Такура, Бхактивинод Такура, Шрифтхар Махарадж подумал, ну, из тысячи лучей с Шамад Бхагаватам у меня другой вопрос, потому что Гуру Махарадж думал в линии Раманандра Ая, Сварупы Дамодара и другого, обычно, если говорить о Махапрабуд, то Махапрабуд, скорее всего, не слушал все тысячи шлоков, он, конечно, знал, что Махапрабуд в этом весь, но Гуру Махарадж думал, как, какие шлоки Шамад Бхагаватам, какие духовные концепции Шамад Бхагаватам циркулировали в кругу близких, преданных Махапрабуд. И не только такие шлоки циркулировали в кругу близких, преданных Махапрабуд, а мы знаем, что Махапрабуд сидел и слушал Шамад Бхагаватам от Раманандра Ая, Гадахара Пандита, Сварупы Дамодара. В принципе, три человека. И когда Валабачарь пытался всем навязать свои комментарии к Шамад Бхагаватам, его очень жестко переехал в Сварупы Дамодара и сказал ему, что «Ты пришел сюда зачем? Какова твоя цель? Ты пришел Чайтане Махапрабуде нам рассказать свое понимание Шамад Бхагавата или ты пришел сюда понять что-то?» И очень жестоко переехал Валабачарь, был жестоко переехан и сказано, что он выглядел как ворона на уровне лебедей. Ворона-карка это лебеди молча. И в целом как это все было Гадахар Пандит он после ухода Махапрабу к нему пришел Шенева Сачаря более новое поколение молодое и Шенева Сачаря сказал, что о Шенева Сачаре не повезло он не застал Махапрабу причем он много кого не застал да Махапрабу Шенева Сачаря пришел к Гадахару Пандит и Гадахар Пандит был уже очень пожилым в то время и он сказал Гадахар Пандит принял к шетру саньясу в храме Гупинада это было в Пури и Шенева Сачаря сказал мне пришел во сне Махапрабу и сказал чтобы я выучил бага в этом от тебя но Гадахар Пандит сказал что я не могу тебе прочесть мой бага в этом почему мой бага в этом смысле санья когда Гадахар Пандит читал Махапрабу Багават Гадахар Пандит кто такой Гадахар Пандит Кришна Чайтанья Радхи Кришна Махапрабуша Чайтанья Радхи Кришна Радхи Кришна объединенные в одном теле это Чайтанья но мы знаем от Гуру Махараджа антологию в Харденхелло сердце и сияние Радхи Кришна пожертвовала свое сердце Кришне некое метафизическое сердце то есть у Радхи Кришны тоже есть душа скажем так это некая душа была отдана но тело Радхи Кришны тоже трансцендентно и сияние что такое сияние это любовь любовь и вера поэтому Гуру Махараджа говорит очень важная вещь что вера это сияние Радхи Кришны и на шашлок из того что во что Радхи Кришна верит она верит в Кришну но все остальное она тоже верит и в нас она верит но ее вера состоит в том что я должна своим своей жизнью своим существам принести счастье Кришне и поэтому Вашнава говорят в Читань-Читамте что что есть вера это удовлетворить принести счастье Кришне Ану Бульяши Ташуньям Гьяна Кармади Ану Кульена Кришна Анушиона Бхакти Рудтама Бхакти это и есть Кришна Анушиона Кришна счастлив или нет когда к Гуру Махараджу пришел один преданный который ждал какое-то время без денег без еды Гуру Махарадж был очень расстроен тем что этим преданному не досталось ни еды ни это был ученик Шилы Прабхупада держал какие-то аскезы без еды без средств и Гуру Махарадж сказал ты не получил ни еды ни терпел никому ничего не говорил преданность скромность овел и преданность сказал Кришна танцует главное чтобы ему было хорошо хорошо ли приятно или нет это не так важно и Гуру Махарадж был очень удовлетворен этим ответом потому что в конечном итоге важно в сознании Кришны важный критерий что Кришна удовлетворен но Кришна удовлетворен тогда когда Вайшнавы удовлетворены чем Вайшнавы удовлетворены не чем-то материальным а Вайшнавы удовлетворены чем-то очень трансцендентным и поэтому удовлетворить Вайшнавов это главная наша цель как мы можем удовлетворить Вайшнавов ну мы можем дать Вайшнавам там еду пищу или там деньги но все Вайшнавы порадуются конечно но чистые вайшнавы, они не будут удовлетворены чем-то внешним. Наоборот, ради чего-то глубокого они готовы принять аскезу, отказаться от пищи, кровавого и всего. Потому что вайшнавы удовлетворены тем, что Кришна удовлетворен. И Гадатхар-пандит, это то, что осталось от Вадхарани, после того, как Гадатхарани отдала свое сердце и сияние, что-то осталось от нее, это эволюционировало, как Гадатхар-пандит в этом мире. И поэтому Махапрабу с детства был связан с Гадатхаром. И Гадатхар был очень скромным и смиренным. И сказано, что Гадатхар, он следовал за Махапрабу как тень. Гуру Махараш привел пример, если у тебя что-то украли, ты бежишь за этим человеком и говоришь, верни мне, верни мне там что-то ценное. И Гадатхар-пандит шел за Махапрабу как тень, потому что Махапрабу это Кришна, в сердце которого сердце Радхарани и вера Радхарани. Но Радхарани, она абсолютно вся обладает любовью и верой. То есть она что-то отдала от себя, что-то от нее осталось. И вот это что-то, это Гадатхар-пандит высший эксперт в бахте. Поэтому, когда Махапрабу сидел и хотел слушать Шамадхар-пандит, именно Гадатхар-пандит читал ту поэзию Бхагаватам, которая заходила в сердце Махапрабу, и он рыдал. И Гуру Махараш, жил Шамадхараш, подумал, ага, Бхакти Менот сделал свою выборку с Шамадхар-пандит, но где те стихи, которые читал Гадатхар-пандит? А когда Гадатхар-пандит сказал, что не вас очаривает, не могу тебе дать мою книгу, почему? Она смыта слезами. Гуру Махараш, медитируя на эту севу, он хотел собрать эти 300 шлок Шамадхбагаватам, выбрать из 18 тысяч, и стоит там тысячи с лишним, которые сделал Бхакти Монатхакур. Бхакти Монатхакур сделал выборку тысячи с лишним, но Гуру Махараш подумал, там даже среди тысячи есть какие-то подводящие, есть какие-то шлоки, которые ну как бы лучи солнца, да, но само как бы ядро Бхакти Монатхакур, это Кришна Пряма. Это шлоки говорит, что там на берегу Лазурного океана сидит Махапрабу, рядом с ним Раман Андрай, Сваруб Дамодар, Гадатхар-пандит, и Харидас Такур прячется. Харидас Такур близко не подходил, он был слишком смирен, и Гадатхаридас Такур и другие, они на расстоянии, почему, потому что Бхакти Махапрабу он медитирует на Радхабабабаддюте, на Любовь в расхране, поэтому это недостижимое, вы понимаете, да, антаранга и бахиранга, антаранга это внешняя бахиранга внутренняя, поэтому антаранга это намасанхиртан, то есть воспевание святого имени, совместное, но внутренняя, это раса асвадан, то есть внутренне Махапрабху, он черпал глубочайшую расу сознания Кришны, и раса также заключена в намасанхиртами совместного воспевания, нама, рупа, гуна, лила, но в данном случае речь идет о том, что Махапрабху переживал конкретно как бы лилу, да, во-первых, это была его лила, а во-вторых, он слышал Кришна-лилу, и уровень этой Кришна-лилы таков, что, слушая о ней, только лишь слушая о Кришне-лиле, живое существо может очиститься от всех заблуждений. Например, история, когда гуру Гадатхара-пандита Пандарик Веденитхи, просто Гадатхара-пандита то, что осталось от Радхарани, а Пандарик Веденитхи, это никто или иной, как Махарашир Шабханова, отец Радхарани в Духовном мире. Между ними связь между отцом, он его отец в Духовном мире, то есть отец Радхарани пришел как Пандарик Веденитхи, а Радхарани, что от нее осталось, пришла как Гадатхара-пандита. Это описано в Гару Ганадеши Дипики, в такой книге. И Гадатхара-пандит был очень духовным юношей, ему сказал ему, хочешь, я тебе покажу чистого Вайшнава? Конечно. Пойдем-пойдем со мной. И он повел Ганадхара-пандита, чтобы показать ему чистого Вайшнава. Этот чистый Вайшнав был никто иной, как Пандарик, и Пандарик был очень богатым аристократом. У него был дом в Новодвипе, и он приезжал в Новодвип время от времени, но его тело было украшено драгоценными камнями, его волосы были намазаны маслом, благоуханием, парфюмерией. Он сидел в своем доме, вокруг него были слуги, он жевал бейтель и курил хуку. Трубку. Не знаю, что он там курил из нее, но хука была, скорее всего, табак из Южной Америки, поэтому вариант был второй. Но вот, скорее всего, он курил траву. Может быть, опиум, может быть, какие-то благовонные травы, мы не знаем, но описано, что у него была хука. И это некий такой образ, ну, там, кальян, кресло, человек, который сидит в красивых одеждах. И когда Тахар пришел, увидел этого аристократа, он сказал, ну, он посмотрел на него, он сказал, ты кому меня привел, что ты хочешь показать мне бабло, что ли? Вот он сказал, а, ты даже ничего не сказал, посмотрел на него, подумал, а, ты хочешь судить, а ваше, наверное, с внешней точки зрения, да? Значит, если я приобрел бы тебя какому-то человеку с четками, ты бы предался ему. А если ты увидел какого-то человека, не познав его внутренней сути, ты сделал вывод, смотри, и он стал читать одну шлоку. Агам, бакиям, калакутах. Эта шлока говорит о том, что ведьма Путана, которая была самым мерзким живым существом, существом, которое убило множество младенцев. Что ж, какая ведьма была, да? Для нее убить просто там младенцев не видно, вообще ни о чем. И она, когда взяла Кришну на руки, чтобы отравить его своей грудью, предложила Кришне свою отравленную грудь. И что сделал Кришна? Он высосал из нее жизненный воздух и принял ее как мать родную. Представляешь? Кто такой Кришна? Ты пришел его убить, а он по своей милостью дал тебе положение матерей духовной веры. Некое, в каждой женщине живет некая инкстинк матери, да? И в какой-то момент в ведьме, когда она предложила Кришне свою грудь, некое служение, хотя друг была отравленная. В какой-то момент некое чувство в ней пробудилось материнское, и Кришна высосал ее. И, понимаешь, из тела высосал ее. Когда тело Путана упало, оно было огромное, несколько километров или сотен метров. Но тот факт, что она приняла ужасное тело демоницы Ракшаси, явилась как прекрасная девушка. После того, как Кришна лишил ее демонической природы, ее тело упало на землю, и Кришна ползал по ней, как по огромной горе. И вуалы, пастухи решили, что Господь спас Кришну, надо что-то с этим телом делать. Оно такое огромное, надо сжечь его по кускам, потому что это Ракшас. Они стали рубить его на куски и бросать его в костер по кускам. Огромный демонист, просто так не сожгешь. И сказано, что когда плал костер, в котором материализировали ее тело, тело горящее, обычно там, кажется, шашлыки и вонь, и так далее. А тут тело пахло как огура. То есть такая огура, дерево огура, это на Ближнем Востоке его арабы покупают за бешеные деньги, потому что оно пахнет так. Может, там чуть-чуть прошел как огура в лампу и как благовоние, благоухание. По Вриндавану пошел необычный запах, и все, подумаешь, что произошло? Что сейчас происходит? Откуда такой чудесный запах? А это тело демонисты шгут. Почему? Потому что, соприкоснувшись с Кришной, ее тело стало трансцендентным. Но, поскольку Кришна высосал ее и дал ей, во Вриндаване появилась еще одна удивительная красавица, которая, когда Вриндавана пришла, она пришла в образе удивительной красавицы. И поэтому, никто не подумал, что в этой образе этой красивой, юной девушке, у которой там, ну, ребенок, она сама кормилица, у ней, ну, есть свои дети. И так, тут она трансформировалась во Вриндаван, как она во Вриндаване заняла положение этой красивой девушке, которая служит матери Ешоде, самой матери Господа. во Вриндаване быть невозможно, потому что уже есть мать Ешоде, но каждая женщина Вриндавана, у которой есть чувство материнства, она думает о Кришне, как о своем сыне. И когда Брахма покинул, похитил простышков и телят, Кришна распространился простышков и телят, чтобы каждая мать Вриндавана почувствовала себя матерью Кришны. И вот в течение этого года все жители Вриндаваны чувствовали огромное счастье, даже не знали, что теперь твой собственный сын это Кришна. И когда Газахару увидел, что его друг читает эту шлоку, он был поражен реакцией Пандерика. Пандерик зарыдал, разорвал себе одежду и находился в трансе больше восьми часов. Слезы потоками текли из его глаз. И он только повторял Чханда Янти, Шана Абраджа, ну кому еще предаться как Кришне, кому еще предаться как Кришне. Представьте, мы пришли к Кришне, мы не знаем, к кому мы пришли. Бойся Бога, там Бог это дед с бородой. Нет, мы пришли к тому, кто даже врага своего может обратить к чистого преданного. Вопрос только предания, трансформации. Что-то надо предложить Кришне, хотя бы отравленную грудь. Но Писание говорит, у нас нет такой квалификации, мы не столь удачливые души. Но мы пришли к Вайшнаву. Вайшнав как драгоценный камень Гуру Махараш и Гуру Дэв, они своим милостивым прикосновением к нам трансформируют нас, да, они дают нам некое удивительное понимание сознания Кришны. И Гуру Махараш он написал только одну шлоку. Но в этой одной шлоке он заложил будущий фундамент в своей книге Шумат-Багавата. Он хотел собрать 300 излечений Махапрабхуи близкие, которые читали близкие спутники Махапрабхуи, который наслаждался сам Махапрабху. И со временем это благословение обязательно явится Гасвай Махараш или Мусуль Махараш составит эту книгу скорее всего Гасвай Махараш или кто-то другой так или иначе. Гуру Махараш написал эту удивительную поэзию. Я писал внутреннее состояние Махапрабхуи. И поэтому при всей своей любви к Валбе Ачарьи он стал Пуджарья Шинатаджа Божества Махаведра Пуя. И в конечном итоге его желание исполнилось. Очень хотел быть гуру своей как бы традиции. И его последователи создали отдельную традицию. Она исходит из нашей сампродаи. но в начале читания Чиритам это описано дерево Чиритане Махапрабху. И сказано что дерево Махапрабху это некий поток из него исходят разные ветки. Какие-то ветки дают свои плоды а какие-то ветки постепенно отмирают. Но есть некий поток. И вот Чиритам Махапрабх он храняется хранителем предности. То есть он хранитель этого потока предности. Поэтому понимаете мы с вами можем много чего говорить рассказывать какие-то сказки на публичных программах про астрологию психологию там ЗОЖ. Ну потому что люди не готовы может быть слышать какие-то глубокие трансцендентные вещи. Но это с одной стороны а с другой стороны мы знаем что высшее лекарство это Кришна Кадха или Хари Кадха высочайшее лекарство и мы не будем кормить людей обеспаливающими зная что эпидемия и нам нужно высшее лекарство Кришна Кадхи поэтому такие великие святые как Мадва и другие они готовили почву для прихода Махапрабу и когда Махапрабу пришел и явил это величайшее знание то все остальные формы знания они потеряли всякий смысл так в сказано что если у тебя есть эта книга значит тебе уже другие книги не нужны и потому что другие духовные книги это плохо зайдете в магазин там есть масса духовных книг как стать лучше там как анти-йога там 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 гесса огромное количество очень позитивных духовных книг которые в принципе двигают людей но все эти книги они всего лишь навсего дают некую посыл что нужно двигаться в этом направлении но бхагаватом он раскрывает нам как бы то есть суть бхагаватом какова что в конечном итоге на странице бхагаватом мы приходим к Кришне или но не вначале там вначале говорятся какие-то вещи о Кришне очень непонятные почему автор засунул туда эти идеи потому что позже ты поймешь если у тебя есть понимание позже и некое умонастроение закладывается в бхагават но позже это раскрывается в Кришна Лилии но Кришна Лилии не только в бхагаватом она есть Гарга Самхития еще больше может быть даже степени детально описанные в других священных писаниях но тем не менее бхагаватом он подводит нас к самой Кришне Лилии и дает нам самые важные идеи но опять же что есть бхагаватом без вайшнава мы знаем что есть разные бхагаватом бхагават вайшнав и бхагаватом как книга и поэтому для нас бхагаватом не является книгой книга сама по себе она может быть чем-то формальным Гуру Махараш сказал на этом собрании вы абсолютно правы что он зашел как солнце но мы не поклоняемся книге в этом основная проблема просто формальная книга если она лежит на алтаре это прекрасно у вас на алтаре стоит пропана дживанам мой вопрос читаете пропан живота или нет то что она стоит на алтаре это круто на алтаре должен быть бхагаватом или пропан живота что должно быть на алтаре второй вопрос читаем это или нет читаем не в том смысле что чтение не имеется ввиду что мы солим страницы и там истина состоит в том что мы должны пропустить ее через свое сердце очень часто я открываю какую-то книгу читаю не заходит должно зайти как оно заходит через определенное умостроение служения ты можешь читать бхагаватом всю жизнь и только в конце понять что когда читаем махаправу путешествовал по Южной Индии он встретил одного человека одного брамана этот браман был неграмотным человеком и также он не обладал какими-то способностями оратора или чтеца и махаправу увидел как этот браман сидит держит бхагават-гитвы рыдает его спасил брамана почему ты плачешь мой друг в чем источник твоих страданий такой ты браман у тебя в руках бахават-гитвы что он делает чем могу тебе помочь этот браман сказал на самом деле я не умею читать и на самом деле надо мной все подсмеиваются просто я не такой грамотный но я держу бхагават-гиту и здесь описано то что Кришна верховный господь стал колесничем аджуна то есть Кришна является путеводителем каждой души которая ему предалась и вот эта мысль о том что сам господь ведет своего преданного смиренно как колесничий она вызывает в моем чувстве такое в сердце такое чувство что я рыдаю просто держа эту книгу в руках прижимая к сердце и тогда Махаправу сказал ты подлинный знаток бхагават-гита среди всех других людей которые могут читать бхагават-гиту знать и наизусть и декларировать я признаю тебя подлинным знатоком бхагават-гита что такое пусть на таком священного писания некое чувство поэтому мы поклоняемся игру махарач тоже поклонялся бхагават в своем сердце другие ващнава тоже поклонялись бхагаватом в своем сердце когда Дадахар пандит отправился переписывать бхагаватом он вернулся по отношению шедево сачая отпуска и писать бхагаватом он вернулся через несколько месяцев долго судьба 18000 стихов он вернулся со своей копии богу этом переписываю на возвели когда вернулся харпанит уже оставил мир он выдал от того что я получил наставление махапрабу изучить баг в этом от гадахара пандита но я так долго переписывал что когда пришел через несколько месяцев оружие нет в этом мире что делать но милость для хара пандита сработало так что он стал изучать баг вузом поклоняясь для хара пандита и через какое-то время бага в этом так глубоко зашел его сердце что он стал лучшим частицом баг вуз и однажды когда книги были украдены пирамбиром царем разбойников пробил был духовным человеком был бандит который того свои комментарии машине вас вчера остался искать книги украденные книги и подумал если я стану другом другом этого царя лиза когда он не поможет и он отправился в том месте где жил грампира как раз попал на программу где придворный пандит читал для бирамбира и других людей баг вату но когда же него сначала услышал чтение баг ватном подумал столь далеко от истины и он стал поправлять его этого пандита который делал явные ошибки к самом чтении так и в смыслах и бирамбир сказал кто ты такой молодой человек ты моего придворного пандита может перебивать может ты объяснишь тогда и шиньва сачария смренно сказал помню милости для хара пандита махакабу я могу объяснить вам что это значит на самом деле и когда своим сладостным голосом и стала читать бага в этом давать комментарии бирамбир будучи в определенной степени склонным к духовности человеком разрыдался я рассказал кто за такое я даже не могу представить что в этом мире хотя бы один смертный может так глубоко понимать философии баях бара и конечно итоге он стал учеником шиньва сачария вернул в украденной книге но история шиньва сачай было крайне трагическое когда он путешествовал пришел вовриндавна то время когда он пришел руку к с вами ушу оставил этот мир не получил непосредственно даршин гадахара пандита потом когда пришел вовриндавна вдруг а с вами оставил мир то есть он очень хотел непосредственно соприкоснуться с великими баишнавскими святыми но физическом плане это не с некоторыми не получилось но позже через живую а с вами его последователи он обрел милость знаете о чем идет речь мы бы хотели там соприкоснуться шутку падали решил желаем ахараджу или куру дэвам но иногда у нас нет достаточно ступите но это не значит что мы не можем обрести милость ваишнавов а то есть ваишнавы трансцендентной личности а бхагава там трансцендентная литература сознание кришна трансцендентно поэтому все зависит от нашего настроения духа служения самоотдания и если мы будем искренне служить табак в этом войдет наше сердце узнать его сердцем речь не идет о неком и интеллектуальном изумлении но тем не менее здесь или долгие зимние вечера мы можем читать шмар бхагавата наслаждаться теми удивительными деяниями святых которые попали на страницу шмар бхагавата и таким образом многое откроется на многое знание откроется на чаще угуру мхарачки и джайне нам суперки и джайне другу разом он мухан дживаки и джайне может мухан откроет нам большинство откроет на через преддак что сам бандагиан трансцендентное знание находится здесь все томске просто иногда мы не можем этого оценить понять кто такой кришна каковы его уникальные деяния а